Народ, привет жителям Ютуба. Сегодня у нас 22 июня, и мы едем в село Поповку на фестиваль Блокфэр. Просто ливень в море идет, а с той стороны нет. Вот и собрались, называется, блогеры. Погода поет романсы. Погода поет романсы. В этом году у нас есть два, которые сходят на фестиваль. Я только к 10-й айфону, а у нас девочка, я работаю в караоке, у нас фост поспитила себе 10-й айфон. А зарплата у нас была не совсем такая, очень большая. И девочка купила себе десятый айфон, и я решил, если бы, ну, что-то убедил, будем приходить. 300 тысяч просмотров за сумму. И сразу на меня подписалось там 5 тысяч человек. Вы что-либо носители по репосту делали? Репосты, грузовый там, отметки, да, и прочих вам. Прикольно. И я начал искать формат. И ты вдохновила, да? Не то, что вдохновила, меня это заинтересовало, как... Я не азартный человек, но в этот момент произошел какой-то азарт у меня. Себе не нравится? Ну, не то, что не нравится. Ну, как это, на увидел, может, сразу понравится человеку. Я начал искать формат в своей странице. Я начал искать контент в своей странице. Начал снимать. И когда я уже понял, что на определенных видеороликах повышаются просмотры, я стал снимать в этой сфере, в этой стезе. И они начали просто бешено расти. Пошли опять-таки бешеные репосты в сторис, в лентах, в группах. И аккаунт начал расти. Прошло два месяца плюс 150 тысяч подписчиков. Прошел еще месяц уже 400 тысяч. Прошло еще два месяца 600. И вот уже, когда меня уволили с работы, в треснедаре у меня был миллион. Не то, что наконец-таки я люблю свою работу. Я держался за свое место, но я не нравился директорам. Они меня не любили. То есть на меня шли люди, на меня шли гости. И за меня была выручка большая, потому что меня хотели видеть, типа, ну, там, миллион подвижек и какие-то деньги. А начальство это не нравилось, но какая-то редкость была. И, к сожалению, с другой стороны, можно было бы немножко там погордиться, что, типа, ну, человек нам приносит выручку большую, да, а я зарабатывал на какие-очень большие деньги. То есть мне нужно было отборачивать квартиру, помогать маме, а я зарабатывал две тысячи рублей в ночь. И я работал с шести вечера до шести утра. Я заработал в двенадцать часов. И приходил домой просто никакое. Мне на следующий день нужно было опять на работу. Вот. Меня уволили, и я понял, что в Краснодаре оставаться уже не хочу. Ну, нету там больше места. И я в эту же ночь купил себе билеты в Москву, и просто на обувь улетел. Ну, и получилось. Вот так нас лучше видно. Глоб, уходите? Идем погуляем. Пошли конгрессу. Ему не интересно с нами. Пойду сгуда схожу. Пойдем посмотрим, что вокруг делается. Ну, дождь, кажется, закончился или не закончился, не пойму еще. Сегодня будут выступления. Диджеев, радио. Поэтому будем гулять, будем смотреть. Сейчас покажу вам звезду блога. А где же помощники ваши все сегодня? Уехали бы дела. Я тут один. Что, мужа нету? Под нас ребенком? Вот. Одна ребенок. Сразу работа. Это ж вообще. Да. Все сами. Сами. Вот так вот. Самых своих детей бабушки оставили. Быть свободными. Как-нибудь легче. Да? Да. Хорошо. Хорошо. Так проходит время, да? А вам 8 детей спать? Моим детям. Самому младшему 6, самый старший. Если будет. Таких-то проще. Да. Ну, у нас домик встерегущем. Мы их туда с бабушкой отвезли на все лето. На недельку забрали, на недельку еще заберем. Зубы делаем потихоньку. А это уже с Турции, я так понимаю? Еще я уже здесь, а там еще не уходим. Так оно и происходит. Ну, обычно быстрее, но я не успеваю сейчас. Как бы ребенок. Понятно. У меня дети работают, так еще и вообще ничего не успевают. Как бы я не хотела этот канал развивать, он не развивается. Раз. Полгода. Так вот, примерно. Выкладываются ролики раз в месяц, да. Может, в две недели максимум. Вот, на 5 недель у нас пошел. Сейчас только начало снимать. А? Ты сейчас только снимаешь. А, слышишь, снимала. Вот такое бывает иногда. Редко, но бывает. Да. Смотришь, снимала, снимала, рассказывала, рассказывала. Оказывается, съемка-то не шла. Я рассказывала про то, сколько зарабатывал. Ну, просто не было. А не было, не просто не знали. Потому что, вообще, что в логинге просто люди сидели, я им стала рассказать, что походят. Ты говоришь, как ты расшел аудиторию. Ну, вот я умею. Если людей не знаешь, у меня потом голова отбалена. Сейчас ухажется. Ну, ты представь, тебе надо заинтересовать людей, которые вообще пришли такие просто. И думают, что происходит. И, конечно, что происходит. Да, вообще, что самое интересное, я же говорю, вот, может быть, было бы на гораздо больше подписчиков, людей таких. И даже местных заранее, да, нет формата вот именно того, чтобы выпустить, сказать, вот тогда-то будет, хотя бы за полмесяца. Чтобы народ мог подъехать, подтянуться. Это мне не проблема. Я собралась, сорвалась. Вот я за 50 минут я уже была. Да, я выступаю временем, да, я узнала вечером, четверг вечером, пятнадцать. Я вчера Славик, когда пытала, когда Реша будет, в Инстаграме, потому что уже просто узнала. Я не Леша позвонила, мы с ним знакомы, Леша говорит, мы в Москве, там где-то встали, мы в этом году, говорит, ух, про Италию. Поэтому, давай, думаю, кто у меня есть там в подписках, буду смотреть, искать. Сид вообще-то узнал, сказал, что его не пригласили. Нет, да, я там почитала, что кажется, каждый блогер должен сам подать заявку, чтобы участвовать. Да, ну кого-то лично продать. Ну да. Не отдает, не отдает кресло. Забрал, говорит, не отдам. Таскаешь. Кресло не отдает. Не выносит кресло, девочка не кресла выносит, он подбежал, схватил, его не отдает. Нет, это такое серьезное. Да, мило такое. Что-то там, что-то не то. Нет? Так, еще один помощник побежал. Иметь терпение для того, чтобы как-то немножечко раскрутить канал, да, и стать, ну, известным. Мы все хотим стать. Мы хотим стать известными, или не хотим. Мы хотим, чтобы наш канал все-таки занимал какую-то свою нишу, свой уровень имел, какой-то хороший. Поэтому мы все хотим развития. Для этого нужно много работать. Как ни странно, говорят, что так, ну, как бы это хобби, да, но иногда хобби перерастает совсем не в хобби, а уже в стиль жизни, и ты уже не можешь без камеры выходить куда-то. Ну, это в плане вот нашего канала, да. То есть мы всегда гуляем, как говорил сам себе режиссер, да, всегда с собой беру видеокамеру. Вдруг что-то выгрузится интересное. Да, блогерство очень трудоемкая работа. То есть ты сам что-то придумаешь, что тебя снять. Тебе надо это заснять, тебе надо смонтировать, тебе надо это выгрузить в YouTube. Тебе надо оптимизировать видео, чтобы оно было видно не только твоим подписчикам, чтобы как бы тиражировалось, да, по платформе. Вот, кто по поиску, что бы тебе по поиску находило. То есть очень-очень много нюансов, которые нужно изучать, и вот так-то так. Методом пробу и ошибок. Ура! Вот они мы все. Еще раз и все. Так, здорово. Так, повторите, пожалуйста, что вы там сейчас нам сказали? Мы хотим отдыхать. Я вам что-то сказал. Водок это понятие такое, очень обширное. Приехали отдыхать, называется. Говорят, надо поспать в машине, как минимум. Я отдыхаю вот так. Вот так вот. А какое отдыхание? С поляны, с воздуха. Это надо было ехать с северного Крыма на западное побережье, на обалденное море, чтобы лечь машину и спать. Вот опять же, объясните мне слово, обалденное, это как раз и балдеешь. Да. Лег на него. И на волнах. Не, она сначала напихается, а потом лежит, бережу. Вот море балдеет, или как, обалденное. Сейчас расскажут, как отдыхать. Зачем тогда ехать откуда-то в Крым? Я не знаю, что это такое все расскажется было. Ну, отдых это многогранная штука такая. Я знаю, кому я собираюсь рассказывать. Все, спрятался. А мы пойдем отдыхать на пляж. Пошли. Зайд-сити. Это все. В таком формате никогда не снимаю. Потому что обычно наоборот. Закат. Мне вот эти вот колонны нравятся. Как в Древнем Риме или Египте. Или Греции, вернее, да? На Херсонесе. Тоже колонны. Дождик закончился. Тепло, красиво. Качели сейчас опробую. О, все заняты. Все качели заняты. Хотела покататься. Все, людей прибавилось. Погода наладилась. Все занято. Здравия. Ну, как вы видели? Ну, так зайти, заснять, да? Я же иди с камерой. Не, ну прикол, да? Реально, в туалете нет дверей, и в кабинках там тоже нет дверей. Ну, так заходишь по привычке с камерой. Субтитры подогнал «Симон» Вот это массаж. Не, привыкаешь нормально. Ой, а тут так резко вниз уходит. Атмосфера, конечно, класс. Музыка играет. Такой закат обалденный. Чуть ли не по пояс. Звук моря и звук музыки. Кого-то заносят уже в воду. Самурай какой-то на персе. Поговорит. Угу. Че? Хороший закат, да? Да-да. Хороший закат, да? Да-да. Вечернее небо. Реостановить? А, ты снимаешь? Ага. Толстко. В ощущение, что действительно первым утром покрыли. Угу. И солнышко уже садится все. Это тоже типа смотровая какая-то у меня. Ход есть на нее, но она такая уже страшная. Не, опасная. Опасная явно. Ага. Туда лезть нужно. А вот там вот люди машиной заехали уже и отдыхают. Да, шатюр себе такой. А это, наверное, не эти. Это Андрюха отдыхает тут. Адрюха. Адрюха. Паметры очень нравится. Обратить. Адрюха. Адрюха. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...